здравствуйте здравствуйте мои дорогие друзья с вами светлана и сегодня мы продолжим с вами наш эксперимент решила время не тянуть многим же интересно как как наша вот это вот экспериментальная амальгама будет взаимодействовать с красками вот когда мы теперь вот на эту нашу амальгаму будем наносить краску для этого я приготовила краску двух производителей ну вот это вот идея ветро номер 210 все уже прекрасно знают это маст обязательно каждый человек который восстанавливает советские елочные игрушки такую краску должен иметь она идеально по цвету подходит к советским елочным игрушкам и другой производитель пбл составом краски отличаются смешивать их не рекомендуют поэтому мы проверим в действии взаимодействие амальгамы нашей амальгамы с красками пупырышки будут амальгама слезет сейчас все узнаем вы только не волнуйтесь я сама волнуюсь за всех нас а еще смотрите мы же еще вот эти вот винтажные польские не посмотрели а ко мне пришли вот такие вот пять коробок невзрачных а там такие космически красивые девочки и мальчики игрушки вы не представляете и вот здесь новинки так что угождать буду и любителям современных и винтажных игрушек а еще я жду посылку от ягоды кто помнит мою последнюю елку вот с этими ручной работы елочными игрушками по образцу 1926 27 годов друзья я не знаю когда я все это покажу а времени теряю уже готовлюсь к тому как наряжать елку вот мне такие вот заготовки мне их нужно сделать штук 400 а то и все 500 разного цвета а что из-за этого получится я вам потом расскажу когда вещь будет готова аня с израиля вы молчите не подсказывайте только анечка знает что это будет думаю будет красиво так пациент готов но прежде чем мы начнем его мазюкать я хотела бы вам друзьям показать вот эти вот еще два фломастера когда-то давным-давно я их показывала но это было давно и неправда поэтому припоминаю есть вот такая вот японская фирма давайте я возьму вот так поближе чтобы вы могли прочитать как называется эта фирма ломастер предназначен по значит рисовать по керамике и стеклу именно этот цвет я вам не советую потому что он очень алый все-таки в советских елочных игрушках красный цвет он такой более насыщенный не по по неопытности когда у меня еще практически игрушек не было приобрела именно этот цвет смотрите концовочка один миллиметр самый-самый тоненький точно так же и черный что вам друзья сказать самое трудное советских елочных игрушках когда мы их восстанавливаем это конечно нарисовать глазки бровки и губки так вот этот фломастер спасает уже вся замазюканная сейчас я вам попытаюсь продемонстрировать да тут это уже пыталась сейчас фокус наведем вот точечку поставить об смотрите микро микро больше сделать всегда просто понимаете не надо вот подбирать эти пензер очка ну и также бровки идеально тоненькая тоненькая линия вот легко исправить так что друзья советую и вот точно такой же этот красный да но должен быть другой цвет здесь у нас даже не будем запоминать номер вы когда найдете эти фломастер в интернете выберите красный ну такой более насыщенный и губки рисовать этим фломастером тоже одно друзья пытаясь вот видеть подготовилась к видео черточки ставила а сами губки я тут конечно не художник как их там делали какой-то сердечко и так вот не художник я и губки сама никогда не восстанавливала вы должны заметить какая вот смотрите тонкая тончайшая линия и очень просто вот все таки проще работать твердым фломастером нанося какой-то какие-то линии правда чем мягкой кисточкой вот так вот делюсь и вот это вот подпись вата вот кисточкой но очень трудно мне кажется нанести а такой вот вещицей фломастером дюджу-джу написал и вуаля готова советую а кто не смотрел предыдущие видео и не знает что это за амальгама каким средством и как она была нанесена посмотрите мое предыдущее видео как говорится серия первая там я довольно подробно рассказываю о средстве и мы там даже сравниваем два разных производства ладно друзья поехали на даже кисточку посмотрите какой из меня реставратор ухо все кисточки чистенькие новенькие сейчас выберем я хочу такую кисточку вот эту или вот эту а может быть вот эту вот это вот самая мягенькая и смотрите самая такая пушистая я думаю остановим наш выбор на этой кисточке а почему а потому чтобы сразу одним махом семерых убивахом чтобы вы сразу смогли наносить широкий слой краски барабанная дробь это вроде бы сколотила эту краску друзья полнуюсь как на экзамене так ну поехали вот наша амальгама а эта краска идея наверное ближе надо ближе фокус гуляет но пока ребята я довольна ничего не происходит амальгама амальгама наверное нужно еще один слой еще один слой поближе я считаю и смотрите вы же мазюкаем раз за разом раз по разу смотрите смотрите дружочки мне кажется эта система работает ничего у нас не слазит у ай у ай у ай о сколько нам открытий чудных готовит человеческое любопытство надо было краску хорошо взболтать ее хорошо не взболтала и поэтому видите вот просвечивается наша амальгама но самое главное самое главное вроде бы вроде бы все чики-дрики так мне кажется но вы со мной поделитесь своим мнением так эту сторонку теперь давайте взял взяла вот такой вот зеленый светлый цвет был готовящий вот такой вот но он очень темный я думаю что вот когда мы будем проводить наши эксперименты более светлым тоном песочке потом помою то лучше наблюдать за эффектом как бы как ведет себя амальгама и как ведет себя краска а так еще чего мы не учли все это надо было краску сбить хорошо провал ребята сейчас наверное нужно взять сейчас надо взять наверное краску которую все одним кадром я переписывать его этого не буду давайте хорошо хорошо и и так пока я тут мельчишу вот это вот краска до пд и такие наборы продают как бы рекламные сеты меньше дозировка правильно выгодно цена очень хорошая но есть одна только проблемка там вы этот цвет не можете себе подбирать что вот эту хочу эту не хочу а вот эту заверните а это разверните нет вот вы знаете вот сейчас мы рисуем по не нравится мне все это вообще а давайте вот просто по стеклу просто по а кстати тут же у нас сторона немецкая а здесь сторона китайская так давайте просто по стеклу вообще все не так как надо хочу присмотреться мне кажется да смотрите китай амальгама просто смылась вот вам дружочки и разница в производителя здесь германия здесь китай посмотрите видите вот проплешина вот это да правда говорят скупой два раза платит но все равно давайте вот здесь на немецкой стороне еще попробуем вот эту вот краску как она т.б.о. может просто это т.б.о. имеет такое влияние на нашу амальгаму и т.б.о. например смывают ее а идея нет крашу зеленым вы знаете мне кажется это зависит от производителя все таки черта не вижу ни черта не вижу тут вижу тут не вижу однозначно китай друзья не покупаем совершительно и вообще-то рис конечно благородное дело но но посмотрим на результат так здесь давайте присмотримся все таки вот посмотрите мне кажется есть такой вот оттенок появляется перламутра так не кажется а вот зеленый цвет но во всяком случае смотрите вот китайское производство все смыло давайте еще вот здесь попробуем на китае на китае если ты так поняла что если вам нужно просто только создать эффект амальгамы тогда можно сэкономить и купить китайскую подделку но если потом вам нужно будет на эту амальгаму наносить краску то конечно друзья смотрите вот она смывается просто смывается когда немецкая все таки сохраняется но не особенно не дружочки риск благородное дело но но я пришла лично к такому выводу что все таки это вещество которое мы восстанавливали амальгаму она прекрасно просто чудесно вот посмотрите когда нам нужно создать эффект просто амальгамы на игрушки но если мы потом хотим на это все дело наносить краску то нужно или очень осторожно и во первых на немецкое производство это раз а во вторых а во вторых я бы не рисковала разве что кто-то такой вот мастер-ломастер что сможет нанести эту амальгаму изнутри ну а как ты ее нанесешь она же не в жидком растворе ты же туда не нальешь не поколотишь не оставишь вот такие вот друзья у нас сегодня эффекты интересно ваше мнение однозначно китай слазит моментально в реакции с любой краской то ли это будет т.д. то ли это будет идея вот такая вот идея вот такой наш эксперимент друзья ну а я скоро начну вот эти все завалы разбирать и вам показывать не терпится страшно все это показать но впереди еще много дней и недель все будем показывать на пока вот такой вот деревянный мишка всем говорит спасибо за внимание ждем вас следующем ролике не забывайте оставлять комментарии ставить лайки и дизлайки мы не обидчивы ну а пока друзья пока пока вот такие вот на сегодня у нас у всех дел а